При своем действии и никогда не изменил Господу. Чем народом разрешается и Богом повелевается входить в эту церковь, бороться в ней до конца. Ибо Господь будет в малом стадии, в малой своей благодати до последнего дня, до своего пришествия. И иерархия наша, и в том числе и Святейший Патриарх, стали другого духа. Как только стали они все благословлять, эти злосчастные номерки сатанинские, эти все документы, от них отошла благодать Святого Духа. И лично они, как архипастыри, и все другие пастыри, которые благословляют все это лично, они пред Богом уже и без креста, и без Дмитрия, и без всякого сада. Только ради верных, приходящих к ним, ради того, что наша церковь единственная каноническая церковь в России, ради этого Господь действует через их, через них, их руками еще действует. А так сами они пред Богом уже никто. Я вам так скажу. Вы все стремитесь познавать по духу. Если один старец говорит одно, другое другое, если эти говорят одно, другое другое, кому же верите, так вы вооружаетесь святоотеческим учением. Никому тогда не доверяйте, а все сами изучаете, нет другого пути. И вам Господь в молитве тогда откроет, где же правильное учение, где Дух Божий пребывает. Вот тогда вы никогда не ошибетесь. Никогда. И чем проще вы будете подходить к этому вопросу, тем будут для вас спасители. Ибо Бог пребывает там, где просто. Где открытое, нелугавое вопрошение. Господи, да как же спастись? Вот так вот вам надо поступать. А то, что творится с нашей иерархией, то, что творится сейчас в церковно-густоарственных отношениях, об этом мы не знаем именно потому, что много-много лет наша церковь и наше священачалье умалчат о правде церковно-густоарственных отношений. О правде. Те, которые знали эту правду и не принимали от этой власти ничего, ни новых паспортов, когда была всеобщая паспортизация, вообще ничего. Не поминали митрополита Сергия, потому что он был незаконным, сам себя поставил, сам себя местопредителем провозгласил. Они их не поминали. Они все погибли в лугерях. И когда первый паспорт давали, об этом мне сказала она, уже почившая раба Божия, она год назад скончалась. В свое время советская она ездила по всем старцам, была со всеми знакомой. Старушка уже дряхненькая. Я на вопрос о паспорте ей сказал, она мне ответила, так батюшка, а мне старцы так ответили. Когда в водили первый советский паспорт, я так прикину, примерно 22-й год. Их первые образцы были разработаны в 22-м году. Патриарх Тихон сказал, кто его гибнет, на том будет онафига. Почему онафига? Потому что паспорт – это отношение личности ко власти. Главный вопрос апокалипсиса – это вопрос о власти. Какой власти мы подклоняемся, кому мы служим? Господу с небес или зверю из бездны? Если мы реально видим, что произошло в 17-м, восстал этот зверь, стал гнать церковь, что же мы входим в диалог и в сотрудничество с этой властью, что мы начинаем от нее принимать. И те, кто это понимал и не шли, не шли ни на какие диалоги, ни на какие уступки, они все покончили в лагерях. И сейчас в белых одеждах мученических у престола почивают, как исповедники, как пролившие кровь за веру Христову. Так вот, когда мы, не глядя, не рассуждая, начинаем принимать вот от наследников той власти, совнаркомовской, начинаем принимать документы и распившимся, я гражданин, то есть мы вступаем в их отношения, принадлежность к ним, тем самым мы выбираем их исповедничество. И ничего общего между нами и ими в будущем веке не может быть. Они нам первыми будут представлять претензии, как же так мы за преданность Христу, чтобы не принять этой власти ничего, не быть ее вассалами и ромами, пошли в лагеря, а вы хотите вместе с нами наслаждаться. Объясните мне, вот если перед вами дилемма, один так говорит, другой так, есть разум, поразмыслите, за что тогда они страдали. Так вот, это правда о том, какая действительно у нас сознательность скрывалась в советское время, а сейчас и подавно скрывается. Подавно. Вот владыка Диамид, в свое обращение, назвал ее неусергенством. Но это где-то почти что точно так. Пусть он будет и таким. Пусть по-новому может звучать, как неусергенство, но он выражает суть. Вступила в наши иерархии в открытый сговор с этой сатанинской власти. Раньше в тайниках, в тайных кабинетах КГБ подписывали, ставили подпись о сотрудничестве. А сейчас это дело открыто. Сейчас никакой подписи ставить не надо. Если ты ее благословляешь, если ты от нее принимаешь подарки, награды, если ты во всем ее поддерживаешь, поешь ей многое летом, молишься за нее, а ведь Господь с этой властью не примирялся. Кто мы такие? Христовы ли мы воины? Какие мы Христовы воины? Мы, покровители этой жидовской, мы те же самые малодушные и маловерные, которые предупреждают апокалипсис, что о малодушных и маловерных, и всяких их участь в геене, в езере геенском, во веки веков будут там гореть. Богу не нужны малодушные. Богу не нужны малодушные. Ему нужны преданные, способные пойти и на голгофу за ним. И вот сейчас время такое, где спастись можно только через голгофу. Не надейтесь. Я там сижусь, я там спрячусь. Нет, Бога не обманешь. И лукавый хитер. Вот сейчас, согласно познавлению, все граждане России в этом году должны принять вкладыши. Иначе паспорта будут недействительные. Вкладыши в советские будут шляпать, и в этих, вот как перед вами сдать выбор. Вот и выбирайте. Либо быть верным Христу, либо значит, а как же я дети, а как же ребенок. Простите меня, в Евангелии что говорится? Аще возлюбишь сына, и чили, и чей, или мать, или прочее, прочее, пачи, и мне, кто ты такой? Достоин ли ты? Меня, Христа. Неужели мы такие вот малодушные? Мы не можем понять, что Господь наш ведь богат, богаче, чем все эти олигархи, миллиардеры, чем все это, золотой миллиард, богаче. Он способен нас в любом месте одеть, обутья, покормить. Он Бог. Он евреев 40 лет кормил в пустыне. Что такое пустыня аравийская? Яйца можно печь в песке. Из камня воду изводил. Свой народ, чтобы Господь бросил и оставил, не могло прийти в голову, почему они поверили Моисею и шли за ним. А где же наша вера? Неужели у нас мы такие малодушные, мы не можем Богу доверить нашу судьбу и сохранить ему преданность хотя бы в главном, а в остальном, как мы знаем, и волос в голове с нашей не упадет. Где вот эта преданность? Какие мы Христовы? Ведь идет духовная война. Духовная война. И другого у нас нет пути, надо воевать. С этого начиналось христианство, как писал апостол Павел, несть наша бронь к плоти и крови, но к властям и к миродержителям тьмы века сего. А бронь это в послании в Кефисе выражает какая-то, оружием каким? Копьем молитв, щитом веры, непримиримой борьбой, постом. Вот чем, то есть тем, чем нас вооружила церковь, тем, что нам дал Христос при крещении, тем, что нам дают святые отцы в своих наставлениях. Вот чем мы должны подвязаться против этого сатанизма, который у нас в России. И не думайте, что наступят времена, как в былые можно шашкой махать и расчищать путь для батюшки Сея. Все, наступает духовная война. Пока мы боремся, усть будет стоять и Господь будет отвергать дни страшного суда. Если сложим лапки свои, то наступит конец, потому что Господь смотрит по России, как Россия. Сопротивляется Россия, потому что в ней сейчас весь нерв жизни человечества сконцентрирован на России, на судьбе русского народа. Если не будем, мы сейчас, вот мы горточка, активны, не будем воевать против всякой лжи, пусть даже она исходит от патриарха, от священачалия, то грош нам цена. Ведь что было в древности, когда духовенство либо погибало в результате гонений, либо оно совращалось в ереси, расколы на их место, становились миряне и благоествовали Христа. Вот почитайте внимательно древнее житие святых, и вы увидите, чего это ради архидиакон Еф был, ходил с Евангелем и благословлял всем Христа. Уж священник, не помню, все были распяты и замучены. И он встал и соблюдая каноническое правило, потому что те, как они обязаны, это их обязанность евангельская, благорестовать Христа, он шел и стал проповедовать. Когда его стали терзать, мучить, на его место становились миряне и свою жизнь, своим подвигом, не скрывая ни перед кем веру, проповедовали Христа. Вот и это наша жизнь. Если духовенца соблазняется, если она малодужная, а как же я буду жить, а как их кормить, что же я место потеряю? Что должны делать мы? Мы должны обречать. Вот об этом обречении все старцы говорили. Не взирать ни на что, а говорить правду. Если в России умрет голос правды, все, на всем христианстве, на нашей древней земле, надо поставить крест. Потому что пока правда провозглашается, с нами Бог и Христос. Нет правды, все, а ведь это грядет голос, голос, Слово Божие, он грядет. Сейчас он едва-едва этот голос где-то слышен от отдаленных пастырей, то где-то они в городах, которые в глушиве это служит. Какой-то правду можно прочитать в журналах, в газетах вот этих антиглобалистских, а в грядущем этого не будет. Не будет ни печать нахоженов, никакой демократии не будет, потому что власть сатанинская. Это даже тяжело представить, дать понятие, что же такое, жандармский режим и что-то. Это вот соедините вместе Палпота, Гитлера, Сталина. Вот какое-то напоминание о том, что такое антихристовласть вам будет тогда дана. Сосед соседа будет захватывать, друг друга будут уничтожать, страх и ужас будут на всех. И выстоят перед этим не дрогнув, лишь только те, кто преданным остался Христу. А кто преданный Христу? А те, кто не в малом, не согрешил против Него. Что сейчас? Какая особенность нашего времени? Вот мы все читаем Евангелие, мы смотрим, что происходит, кто понимает, кто как-то догадывается, но ведь главная особенность времени в том, что сейчас дьявол нам предлагает все. Что хочешь делай, миссионерствуй, на каждом углу говори о Христе. Молись, каляйся, строй, возрождай, золоти, ходи в храмы, причаи, исповедуйся, только будь в моей системе. И поэтому, если мы это понимаем, если мы осознаем, то добавляется, знаете, добавляется еще одна заповедь, помимо тех, которые нам даны в традиционном Евангелии. Помимо тех, не убей, не укради, поставь свою левую щеку после правой, о смирении, заповедь, о любви, о блаженствовсе, еще одна заповедь, заповедь о Бога. Птица не вляпаться в эту систему. Если мы ее вляпаемся, помните, как в Патерике, птица, аще какоготком зацепилась, вся погибла. Вот так живу. Аще какоготком у нее зацепляемся, номерок ли ты принял, ваучер ли ты принял, что-либо другое, отходит благодать и все святого духа. А если благодать отходит, что происходит с человеком? Мы можем быть пустыми по душе. Вы знаете, прекрасно, святых отцов, когда тут нет, тут не пустота. Помните, как в Евангелии? Аще он видит, дом убран, пометен и никем не занят, ойпон поймет с собой семь других духов злейших себя, идет, вселяется и живет и бывает тому человеку горше первого. Вот что с человеком происходит, когда отходит благодать, вселяется демон. И тяжело тогда человеку устоять от последующего шага принятия номерка или паспорта, или электронного документа. удерживающего-то нет, поймите, нет. Поэтому святые отцы предупреждают, если ты это принял, ты не заметишь, как приняешь остальное. Если ты это взял, ты сам руку будешь подставлять, и чего? И не увидишь, и не поймешь, что будешь слеп и зомбировать. Вот что происходит. Это святотическое учение, поэтому смешно было смотреть на этот итоговый документ Богословской комиссии, когда они вдруг рассуждают, ничто внешне не нарушают, это не просто глупости. Они, те иерархи, и те богословы, которые сидят в этой комиссии, принимали решение, они прекрасно понимали, что утверждают. Они знали, под чем ставят подпись, и они сознательно пошли на обман православного народа, лишь бы только исполнить светскую заповедь, жить в мире с кем? Кто сейчас у власти? Сын удален. Вот весь ответ. Они нас сознательно предали. И теперь ведут народ в ад. Вся Россия в ад идет. Вся. Номерок и паспортов все. Идите ко мне. Сами добровольно ведут люди. Никто не заставляет. А дьявол ты грудь держи. Пойди теперь вытащи из компьютера номерок. Паспорт человек принимает, ироним покойно говорил. Как только человек принимает паспорт российский номерок при селе заводится. Вот и думайте. А номерок то все уже умирает он там торчит. Пенсионный фонд принятый номерок это страховой пенсионный все он там торчит. Медицинский принятый он там торчит. Ведь самая главная опасность это попасть номерком в систему. Потому что как только человек соглашается на номер автоматически из книги жизни вычеркивается его имя и дьявол вносит в свою книгу смерти номерком призна памятный отец номерка. Ведь это компьютер. Это не человек у которого попросил прощения извинился там. Это бездушный машинник. И программа не предусматривает изъятия. Вот с кем мы имеем дело. Поэтому святые отцы предупреждают главный идол нашей боги это компьютер. Это вот та самая говорящая икона которая везде будет и везде моментально по всему белому свету будет рекламирован и антихрист. И везде и такие компьютерные технологии будут применены когда люди смотрят антихриста будут им завораживать. Вот в фильме в препаратце Николая Рогозни вы увидите как мать Арсения предупреждает и приводит слова батюшки не дай бог его видеть. И она тут же расшифровывает почему вы это все это увидите. Это страшно. Вот почему надо всего опасаться. Все делается крайне лукаво. Все делается крайне-крайне обольстительно что даже и опытные духовные старцы не распознают это и вляпываются. Почему в Евангелии говорится и праведники даже прелестятся. Понимаете? И вот надо Бога благодарить что еще не исчез из нашей страны из нашей церкви голос правды. Он еще где-то живет он возглашается он доносится до наших ушей до нашего сознания. Надо благодарить надо хватать это как живительную спасительную силу и жить решительными Бога малодушной не нужны. Они предадут в решительный момент и Христа и друга и мать родную вот что такое малодушие Богу нужны только твердые решительные вот такими как был каким был государь и наши новомученики они ни на что не взирая шли а если мы так да как же дети так же семья с детьми идти на крест всей семьей идти и радоваться этому Господь так возлюбил нашу Россию грешную так возлюбил что хочет нам даровать венцы а какой венец на крест нас направляет поймите что же мы боимся получить награду от Христа чего мы боимся что мы рассуждаем а как а чего кто вы умеете читать святых отцов почему вы не поступаете так как они заповедуют есть же примеры сколько житей святых есть недавние примеры исповедничества что нам мешает жить так как они только одно это неверие и молодуши откуда они корни берет неверие молодуши вы знаете потому что человек не живет по заповедям когда у человека нет багажа он не творит добрые дела он не молится он лукавит он лицемерит у него и веры то нет он видит правду а поступить по правде это не может у него нет багажа он привязался всеми пятками к этому миру корнями в роз и думает как же я тогда нищему скупиться дать пожертвовать скупиться попрощить прощение у обидимого скупиться он весь в нехристианской уже жизни он только номинальный христианин он пред Богом он не может понести крест потому что он по жизни уже весь влюбился в эти удобства в эти ННН в эту работу а как же я без работы как же я батюшка жить то буду ты веришь что Господь кормилиц питатель промыслитель верю а чего же ты тогда не веришь что Господь тебя может прокормить и пропитать ну как же батюшка понимаете какое у нас лукавство мы надеемся больше на паспортный стол на пенсионный фон как будто хлеб насущный у них где логика понимаете какие мы безумные хлеб насущный у Бога и Господь везде способен и прокормить и защитить свою овцу он никому не отдаст только нам надо быть верными Христу не отдаст и не отдаст и не отдаст